Всем привет! Вы на подкасте Ольги Угрюмовой. Это самый здоровый и самый нужный подкаст. Сегодня в нашем подкасте мы поговорим с вами про соль. Соль – одна из самых частых приправ на нашем столе, а также ей богаты различные продукты. Разберемся, сколько можно есть соли, зачем ее есть и как контролировать ее количество, и что нам даст контроль количества соли в рационе. Баланс калия и натрия в нашем рационе определяет важные показатели здоровья. От общего тонуса, в общем-то, до даже здоровья костей. В какой-то момент соль стала рафинированной, такой же рафинированной, как и сахар. Рафинированная соль – это дешевый продукт, и она распространилась повсюду. Каждое готовое блюдо, соус, выпечка, полуфабрикат содержит избыток рафинированной соли и совсем не содержит калия. Чем больше мы съедаем таких продуктов, тем больше мы съедаем рафинированные соли, тем больше соль оказывает негативное влияние на наш организм. Соль в избытке способна стимулировать аппетит, влияет даже на нашу дофаминовую систему. Натрий снижает чувствительность к инсулину и увеличивает риски ожирения. Чем больше соли, тем выше вес. Натрий имеет способность задерживать воду, а калий, наоборот, обладает мочегонным эффектом. При недостатке калия в диете излишки натрия не выводятся и способствуют удержанию воды в организме. Это приводит к пастозности тела, рыхлости и отечности в определенных местах или всего тела. Избыток натрия также способен усиливать и проявление целлюлита. Натрий стимулирует иммунитет, что увеличивает риск возникновения аутоиммунных и онкологических реакций. При стрессе происходит задержка натрия и воды организмом, поэтому мы можем видеть постоянную отечность тела, и она может быть не только по утрам. Согласно ВОЗ, избыток соли способствует повышению давления и увеличивает риск сердечно-сосудистых заполеваний. Рафинированная соль не содержит калия и способствует вышеописанным состояниям. Замените рафинированную соль на морскую, гималайскую. Это станет большим вкладом в ваше здоровье. Какие продукты мы знаем, в которых есть избыток натрия? В первую очередь это промышленная выпечка и хлеб, любое обработанное и переработанное мясо, колбасы, копчености, чипсы и другие снеки и закуски, консервированные овощи, консервы из мяса и птицы, соусы и маринады, полуфабрикаты, плавленые, творожные и другие сыры, которые не выдержаны, которые имеют высокое содержание растительных жиров. Продукты с высоким содержанием калия, которые наоборот могут дать баланс, это все сезонные овощи, все бобовые, все сезонные ягоды и фрукты, зелени, салатные листья, орехи и семена, крупы и зерновые. Суточная потребность калия около 5000 миллиграмм, друзья, поэтому овощи, которые вы едите ежедневно, должны быть в хорошем объеме. Существуют признаки нехватки калия. Это отечность, то, что мы с вами сказали, усталость, слабость, высокая утомляемость и даже камни в почках и желчном, потому что именно избыток рафинированной соли в вашем рационе может привести к тому, что будут образовываться камни в желчном пузыре. Оптимальный баланс натрия и калия в вашем организме 1 к 3. Натрия не более 1500 миллиграмм из качественных источников, а суточная доза калия, как я уже сказала, 5000 миллиграмм. Используйте розовую гималайскую соль, используйте морскую соль. Это станет отличной альтернативой той рафинированной соли, которая повсюду. От меня личный лайфхак. Добавляйте соль в конце приготовления блюда. Это поможет сильно сократить количество той соли, которую вы используете. Будьте здоровы и берегите себя. Это был зожный подкаст нитрициолога Ольги Угрюмовой. Надеюсь, что сегодняшняя информация была для вас полезной, практикоприменимой и вдохновляющей. Оставайтесь со мной, у меня еще много всего интересного.